Добрый день! На часах 13.00. Время новостей на телеканале Хабар. В студии работает Айгуля Дилова. Сурдоперевод обеспечивает Хасан Исраилов. В Алматы простились с выдающимся писателем и журналистом, общественным деятелем Казахстана Шерханом Муртазой. Телеграмму соболезнования президента Казахстана Нурсултана Назарбаева зачитал министр культуры и спорта. Сегодня мы скорбим по человеку, который отдал себя и внес колоссальный вклад в развитие нашей культуры. Он был общественным деятелем, он боролся за правду как мастер слова. Верю, что его работы никогда не забудут. Они навсегда останутся в нашей памяти. Траурная церемония состоялась в Казахском государственном академическом театре. Проводить писателя в последний путь пришли тысячи поклонников его таланта. Шерхан Муртаза оставил яркий след в отечественной литературе, внес огромный вклад в развитие казахстанской журналистики. Много лет он возглавлял самые популярные и авторитетные издания страны. Был председателем государственной телерадиокомпании «Казахстан». Все его ученики стали известными журналистами, писателями и общественными деятелями. Современники помнят Шерхана Муртазу как истинного патриота своей страны. Траурный митинг в память о народном писателе Казахстана состоялся и в Астане. На гражданскую панихиду пришли близкие коллеги общественного и политического деятеля страны. Благодаря Шерхану Муртазе казахский читатель узнал старика Хатабыча и башкирского классика Мустая Карима. Он перевел на казахский язык сказки Ганса Христиана Андерсена произведение Чингиза Айтматова. Имя Шерхана Муртазы хорошо знают и за рубежом. Его очерки, рассказы переведены на многие языки мира. Терять такого гражданина, как Шерхан Муртаза, невосполнимая и тяжелая потеря. Он внес огромный вклад в развитие отечественной журналистики. Работая в газетных изданиях и на телевидении, запутился о журналистах. Помогал решать их социальные вопросы. Он воспитал сильных специалистов, которые гордятся своим наставникам. Много Шерхан Муртаза зарудился в качестве депутата Мажелеса парламента. Как талантливый публицист, деятель поднимал актуальные вопросы общества. Труд и светлый образ личности, интеллигентности навечно будет храниться в сердцах нашего народа. Я оплакиваю и провожаю в последний путь самого дорогого мне человека. Это благородная личность. Я знаком с ним с 1952 года. Мы неразлучно общались. Были братьями. Продолжается шестой съезд лидеров мировых и традиционных религий в Астане. После совместного молебна священнослужители отправились на секционные заседания. Отдельная тема дискуссии посвящена манифесту главы государства «Мир. 21 век». В Дворце мира и согласия работает Камила Тастанбекова. Она на прямой связи со студией. Камила, добрый день. Передаю слово вам. Добрый день, Айгуль. Стало известно, что в рамках шестого съезда лидеров мировых и традиционных религий создан Центр имени Нурсултана Назарбаева по развитию межцивилизационного и межрелигиозного диалога. В его основу лег манифест президента «Мир. 21 век». Его ключевые тезисы – продвижение мирных инициатив, уничтожение оружия массового поражения. Духовные лидеры 46 стран поддерживают предложения президента Казахстана, высказанные на съезде. По их словам, манифест может послужить новым ориентиром в системе глобальной безопасности. Давайте послушаем участников съезда. На самом деле это мероприятие очень затронуло мое сердце. Я рад такому намерению Казахстана. Чистой приверженности президента страны к диалогу между религиями. Такая инициатива очень важна, потому что сейчас в мире остры религиозные конфликты. Инициатива вашего президента как раз направлена на установление диалога. Общество должно понимать, что экстремизм, он как таковой, может только пониманием бороться против него. Потому что кровь человеческая, она не поможет ни к чему. Пролитие крови... Прямо сейчас идет сессия, посвященная роли религии, вменяющейся геополитике. О предложениях, высказанной на данной сессии, мы узнаем чуть позже. Также хочу отметить, что сегодня состоится закрытие съезда лидеров мировых и традиционных религий, где по итогам будет оглашена декларация со всеми предложениями от всех участников данной сессии. Айгуль, на этом у меня все. Спасибо, Камила. Это была Камила Тастанбекова с подробностями о втором дне шестого съезда духовных лидеров в Астане. А мы продолжаем. Итоги работы ОБСЕ в Казахстане, а также эффект председательствования нашей страны в 2010 году в этой организации обсудили сегодня в Астане участники международной конференции. С приветственным словом главы государства выступила государственный секретарь Гульшара Абдыхалыкова. Председательство ОБСЕ позволило нашей стране внести вклад в обеспечение региональной и международной безопасности, продемонстрировать ответственный подход к руководству организации, основанный на доверии, преемственности, открытости и толерантности. Я хочу поблагодарить за вашу приверженность и сотрудничество, и за вашу поддержку, которую вы оказывали нам последние два десятилетия. Казахстан играет большую роль в развитии ОБСЕ. 20 лет назад мы здесь, в Казахстане, организовали свой офис. Но фактически взаимоотношения между ОБСЕ и Казахстаном охватывают гораздо больший период. Это порядка четверть столетия. Казахстанцы смогут контролировать расходы на содержание домов онлайн на интернет-портале. Также у жильцов многоквартирных домов появится общий расчетный счет, что позволит им следить за прозрачностью платежей. Такие меры предусмотрены в законопроекте по вопросам ЖКХ, которые сегодня презентовали в Мажелисе. Разработчики предлагают создать в каждом доме объединение собственников имущества, которые бы отслеживали расходование средств на обслуживание и ремонт. Массово, я думаю, что где-то в ноябре планируем, мы уже сможем данные приложения представить нашему населению. То есть вы через свои сотовые телефоны будете иметь возможность управлять своим домом. Вопросы успехи и проблемы анестезиологии и реаниматологии обсуждают в Алматы. Третий съезд представителей этой сферы медицины собрал впечатляющее число специалистов, и не только Казахстана. Анастасия Валикжанина на прямой связи с места событий. Анастасия, добрый день, передаю вам слово. Добрый день, Айгуль. Сегодня здесь собралось более 400 медицинских работников из Казахстана, стран ближнего и дальнего зарубежья. Специальность реаниматолога и анестезиолога входит в число самых важнейших в современной медицине. Их задача сохранить жизнь человеку и держать тяжелобольного в стабильном состоянии, в то время как хирурги делают свою работу. Концепция съезда по многим пунктам отвечает тем задачам и поручениям, которые озвучил в своем послании 5 октября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. А именно, сделать услуги более доступными для населения. Для специалистов же важно знать, как повысить качество тяжелобольным. Но прежде важный вопрос, как обеспечить эту сферу профессиональными кадрами. И об этом нам расскажет проректор из Санкт-Петербурга по послевузовскому и дополнительному профессиональному образованию Юрий Александрович. Добрый день, вам слово. Добрый день. Специальность анестезиолога и реаниматолога является специальностью высокого медико-юридического риска. Помимо юридических и страховых угроз, анестезиологу и реаниматологу приходится испытывать постоянные психоэмоциональные перегрузки. Поэтому, в первую очередь, важны и нужны поддержка государственная в виде усиления гарантий страховых, социальных и юридических. Второй составляющей, которая поможет привлечь большее количество специалистов из других областей медицины, является оптимизация образовательного процесса. Современным трендом является переход на непрерывное медицинское образование. И одним из таких вариантов является как раз работа общественных некоммерческих организаций, которая является ассоциацией анестезиологов и реаниматологов Казахстана. СЕС этой организации сегодня проходит, и он вносит свою лепту большую в образовательный аспект, в увеличение образования. Анестезиологов и реаниматологов Казахстана. И мы считаем, что это способствует тому, что кадры в специальность пойдут в большем количестве. Спасибо. Поделиться опытом и передовыми технологиями в Алматы приехали специалисты из клиник Израиля, стран Европы, Арабских Эмиратов и стран СНГ. У меня все. Айгуль, вам слово. Спасибо, Настя. Это была Анастасия Валикжанина. Она работает на съезде, проходящем в Алматы, врачей-анестезиологов и реаниматологов. И на этом все. Следите за новостями на телеканале Хабар. Всего вам доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин